Жители шестого дома на улице Самойловой, кажется, уже успели забыть, что такое по-настоящему горячая вода из крана. Старый теплообменник со своей задачей справлялся плохо, а новый ставить не спешили. В итоге это весной терпение северян лопнуло, и они обратились со своей проблемой в Министерство жилстроеннадзора. Специалисты выехали на объект и выдали управляющей компании предписание. Буквально через несколько месяцев проблему удалось решить. Еще и с приятными бонусами. Как только начались жалобы населения, как в наш адрес, то, естественно, и Министерство государственной жилищной инспекции, выдано было нам предписание в установленные сроки именно по одному теплообменнику, по первому, который сейчас, где вы сейчас находитесь в тепловом пункте. Был срок у нас установлен до 31 мая, мы его выполнили. После сдачи этого тепла мы перешли на второй. То есть мы один по предписанию, а второй уже, чтобы все жители были довольны и получали нормальную коммунальную услугу по горячему водоснабжению. Результаты работы лично проверила министра Алена Кузнецова. Ей руководство управляющей компании отчиталось и за еще один объект. В четвертом доме на улице Полярной Правды рабочие недавно закончили замену всей системы розлива. Жители жаловались на слабый напор воды. Там очень сложный такой дом в плане планировки, в плане прохождения инженерных сетей. Там были жалобы, касающиеся напора воды. Из-за того, что такое сложное прохождение инженерных сетей, они очень быстро забиваются. Чаще всего все, когда есть колено, когда есть повороты, быстрее забиваются инженерные сети. Полностью поменены все розливы горячей и холодной воды. Видели достаточно большие прогоны, то есть это десятки метров полностью поменены. Вот осталось только срезать старый розлив. Конечной точкой рейда стал подъезд восьмого дома на улице Копытово. Хотя косметический ремонт подъезда здесь проводили по плану, специалисты жилищного надзора уверены, контроль лишним не бывает. Данил Скуратов, Максим Чинкин, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова